Он любит Бог. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 439. События дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 23 февраля 2017 год. Поздравляют с праздником, а я ничего не знаю. Какой праздник? Ну как, защита Отечества, то есть надумано абсолютно. В этот день нигде ничего не случилось. Говорили где-то там на севере, у Пскова. Первый раз большевики одержали победу, а другие говорят, связано с договором. Никто не знает. Но главное, есть причина погулять. И сейчас поздравления идут. Двойной праздник? Какой же двойной? Это ни одного нету. Не это, вот это один, а то Масленица раздольная и широкая, безразмерная. Пить, есть, что хочешь. Вот соединилась в одно, на Масленице. Ну а дальше объявление Сергея Пупкова. Сами просчитайте, что каждое утро люди приходят к нам на молитву, молиться. Тормозите на этом месте и просчитайте. Я дальше не буду. Это коротко. Потормозите и просчитайте. Ну и дальше. Вчера я услышал, был у меня Виктор Андреевич Яковлев, привозил сестру родную убирать в храме и говорит, мама позвонила Сергея Козлова, парализованного с Воронежа, Татьяна. У Сергея температура уже почти две недели 40 градусов. Ему очень и очень тяжело. Мне, говорит, привет передала. Но я ему сразу написал. Я пишу ему. Инатий Лапкин, мир тебе, труженик Христов. Он отвечает, Сергей парализованный. С миром причастился. Высокая температура и не спадает уже две недели. Я говорю. Не внешне только мы с вами, драгоценность наша, но и внутренне болеем и сопереживаем с вами. Молимся и соболезнуем по силам и любви. Сергей парализованный. Спасибо, Господь. И я постоянно помню о всех вас, братья. Дальше. Наталья. Вот только после этого. Ну, сегодня я у него день рождения. Сегодня 24-го, как показывает сегодня. Да благословит его Господь. Я всем, у кого день рождения, в друзьях скидываю, чтобы этот день отличается от других, но не твоей заслугой. На шаг, на год ближе к смерти. Вот и все. Больше ничего нет. И поздравлять не еще. Никаких подарков делать не надо. Просто помолиться, может быть, причаститься и не более того. Дальше. Наталья пишет одна. Так, прослушала аудио Библия Бытие. Главы 5, 10, 34, 46. Не производятся. Не воспроизводятся. А все остальные главы Бытие прослушала. Не знаю писать вам про это, но ведь это ваше детище. Простите. Это ваше детище. Это оборвано было. Детище. Мне сильно это слово близко. Детище. Когда у меня выходили новые книги, только один человек подошел и видно радость в глазах. Как я рада за вас, что вы при жизни видите труд свой. Книга выйти. Чтобы книга вышла. Это невозможно было. Набирали там эти свинцовые буковки. А это полностью верстку я сам производил. 13-й том вышел. Подошла и говорит, как вы счастливые, что видите. Это мое детище. Это правильно, что насчитанное. Но я уже отослал, кто занимается. Модератор, администрация. Это в других городах, в других даже государствах живут люди, которые помогают. Вот тому человеку, которому половину отдали сайта, и к нему как раз попадают. Он будет это делать. Дальше. Сергей Игнатов. Спаси Христос. По возможности, по милости Божьей буду преодолевать усталость и становиться на молитву с мужами и братьями. Вот так. Благословенный брат Игнатий Тихонович, вас приветствует община евангельских христиан Слава в городе Киеве. Есть название Слава. Одним словом. Это что-то новое. Это не в аптиннисты. Нет, это новое. Слава ли, Коля. На сайте Библии онлайн размещена аудиобиблия в вашем исполнении. Да. Мы бы хотели разместить ее на своем сайте. Ну, интересно. Там какие-то Исейкин какой-то двое. И Библию как бы подкапывается-то. А взяли мое, считают, так, Игнатий Тихонович, считайте дальше. И дальше я считаю, будто бы, и они дальше ее там как-то коверкают по-своему. И опять, ну, все, так, считайте дальше. И опять вставляют, и даже не щелкает нигде ничего нет. А я их знать не знаю. Но вы против могли заявить. Чего против-то? Слово Божье хоть как трактуйте, чтобы оно прозвучало в оригинале. И эти тоже. Поэтому вращаемся к вам как автору исполнения за разрешением согласия. Если вы ничего не имеете против, подтвердите, пожалуйста, свое согласие. Заранее благодарны с миром Божьим пасторы церкви Виктор и Татьяна Петренко. Два пастора, Виктор и Татьяна. Пасторы, нет такого слова в Библии, конфессии нету, и пастора нету. А есть пастырь, а это пасторотделение. Ну и дальше уже не было ничего. Я ответил, в любое время всегда и все, что есть. И скинул наши ресурсы. Мой мир, Ютуб, форум, берите, что вам понравится. Я только это приветствую. Ну и думаю, что может еще прийти. Вчера поступило заявление молиться. Там какие-то радиостанции в Москве работают, и там несколько их этих разное название их. Ну, деноминации и конфессии это слово ересь прикрытое. И они там передавали какие-то радиостанции, передавали, ну, божественное что-то. И вдруг прокуратуры начали проверять и очень крепко и они обратились за помощь. Я ничего не знаю, что, ну, конечно, помолился, Господи, защити распространение слова Божия. Вот есть такое, передается надежда. Адвентисты седьмого дня. Но они ничего не касаются. Только Библии толкует и все. Никаких своих там нигде мыслей не дают. Ну, может быть, где-то дают, я не слышал. Ну и дальше наши ресурсы посмотреть надо. Вот. Это первую очередь. Вот. Вот как раз что он пишет. Давайте зайдем сейчас в Василий Лапкин. Я как раз отослал ему. Так. Так, я ему как раз переслал это. Вот. О молитве. А потом вот Наталья послала исправить, срочнее мне сообщить и проверить всю Библию и проще. Там он пишет. Что написано? Мир вам, дядя Игнатий и братья Никиты и Владимир. Задачу понял. Завтра домой прилететь должен я сейчас в Москве. Послезавтра займусь, даст Бог. Благодарю за молитвы о моей дочери. Ей полегче из больницы пока не выписали. Но уже критическое состояние прошло. Еще раз благодарю за молитвы. Мы за отца Иоакимовича молимся. Всем поклон от киргизской родни. Это другое государство. Вот я сказал, а вот он и показал. Какое... Ну и слава Богу. Это наши ресурсы. Вот оно, как я выгляжу в шапке. И тут к истине два можно написать. Ну и что интересует. Другое это наш форум. Форум. Вот интересно эти дни где-то кто-то что-то делается. Вдруг 648. У нас 350 средний. Вдруг 648 вчера было. Но сегодня опять меньше уже на 89. Всего 22 за это время. не могу никак объяснить. Одно время на форуме показывает. Вот одновременно приходят один-два человек. Одновременно на разные темы заходят одновременно 30 человек. Администрация пишет. Как это одновременно? И потом одновременно все уходят. На следующий день опять на другие темы или на эти. Это значит или где-то в семинарии класс какой-то или где-то в КГБ дают задания одновременно заходят и что-то ищут. И ни один администратор модератор не мог сказать. И вдруг исчезло навсегда. И вот теперь мы посмотрим наш форум. Вот он как выглядит. 1602 темы. Ты коснулся одной темы и сколько там написано про Стерникова все его обманы и прочее. Да? Позанимался? Дальше что у нас есть? Вот. Ну а тут ругательства какие открывают. Это православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Это у нас очень большой канал. Очень большой. Вот сегодня я как выставлю на новых только 7 роликов. 7 видеороликов. Ну и какая посещаемость. Мы сейчас посмотрим. Ну сегодня никак. События дня 115 за 4 часа. А тут все остальное поменьше. Вот. с Австралии вот говорим слова 75. А вот вчерашняя про снег кидает уже за ночь 323. 323. Ну это побольше. И что интересно вот Анна комментировала дело было в потеряеке Афанасье и Анна сколько день назад 527. Видите как. Поэтому ну что сказать. И самый большой ресурс у нас это в осветии Библии православный библейский сайт. Я его называю тяжеловесом. 53 каудио мной насчитано здесь о Библии. И вот здесь 55 папок в которых размещается 4124 ответа. Ну мы сейчас смотрим Христос Бог. Вот теперь я переношу это в ворс. надо закрыть убрать в городе чтобы можно было увеличить буквы другой размер намного больше в 20-е все однако можно считать это папка Христос. вопросы которые мне задавали где я вел занятия университеты школы радио давай вопрос 1291 4 том открытым оком апостол Павел говорит 1 калифонам 725 не имею повеления Господня а даю совет как получивший от Господа милость быть ему верным значит ли это что апостол Павел здесь говорит от своего ума а не от Духа Святого вот это Серафим Саровский говорит я ошибался когда Дух Святой покидал так надо смотреть где ошибался где не ошибался закройте вот это а нет не надо она тогда будет закрывать наполовину а так она все вот это открывает я это узнал что вот это если я закрою вот эту вот а она вор будет открывать наполовину каждый раз я его разворачиваю а когда вот это вот есть она полностью разворачивает сразу ничего не понимаю ну ладно ну вот это ответ ответ давай по велениям Господнем апостол называют заповедь относительно семейной жизни но для себя он уже решил что одному все таки лучше спасаться с подручней больше свободного времени и меньше скорбей речь идет совершенно не о монашестве о котором нет ни одного слова в писании а только о том чтобы быть верным Богом свободным угождать только Господу а это есть великий дар и он советует и другим этот путь избрать и это от своего опыта 1 карифонам 7.32 и по 40 а я хочу чтобы вы были без забот не женатый заботится о Господнем как угодить Господу а женатый заботится о мирском как угодить жене есть разность между замужней и девицей не замужняя заботится о Господнем как угодить Господу чтобы быть святой и телом и духом а замужняя заботится о мирском как угодить мужу говорю это для вашей же пользы не с тем чтобы наложить на вас узы но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения но на вложении если останется так по моему совету а думаю и я имею Духа Божия апостол Павел имел близких женатых друзей и среди апостолов 1 коринфянам 9.5 или не имеем с власти иметь спутницу и сестру жену как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа он жалел семейных предвидя какие могут быть скорби на их пути которых одинокого нет 1 коринфянам 7.28 впрочем если и женишься не согрешишь и если девица выйдет замуж не согрешит но таковые будут иметь скорби по плоти а мне вас жаль библейский вопрос задали и по святой библии я должен его ответить показать как правильно понимать насколько труднее бежать со связанными ногами настолько труднее спасаться семейному говорят мудрецы некоторые же пытались безбрачие возвести в закон как заповедь от Господа говорят что женатым не спастись церковь прокляла такое учение ибо брак освящен Богом и апостол Павел называет такое учение бесовским когда запрещает вступать в брак такое мнение было и канон специально написали 1 Тимофей 4.1.3 Дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимают духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников сожженных в совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением вот теперь видно вопрос 1292 женщина потеряла 8-летнего ребенка через год трагически погиб ее муж после второго брака она родила ребенка и он умирает младенцем что происходит как это можно понять ответ раньше считали это ясным указанием принять монашество уйти из мира лично я считаю что это может быть указанием на то чтобы услышать Богу одной в миру 1 Коринфянам 7.29 я вам сказываю братья что время уже коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие 1 Коринфянам 7.34 не замужние заботятся о Господнем как угодить Господу чтобы быть святой и телом и духом а замужние заботятся о мирском как угодить мужу нужно смиренно принимать от Бога и доброе и злое по нашим понятиям Иов 2.10 но он сказал ей ты говоришь как одна из безумных неужели доброе мы будем принимать от Бога а злого не будем принимать во всем этом не согрешил Иов устами своими с позиции вечности все это будет выглядеть совершенно иначе как бы она не прожила это время но все это уже прошло постепенно забывается и новый день рождают новые надежды только бы она не выходила снова замуж две неудачные попытки этого вполне достаточно она вдова и у нее есть защитник большую букву Иаков 1.2 чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то чтобы презирать сироты вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира такие люди были большой движущей силой в церкви и церковь была о них брала о них по печенье в их старости если у нее был только один муж 1.5.9 вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя бывшая женою одного мужа брать ее на издевение церкви а была два раза замужем ее уже нельзя брать питайся хоть как ходи побирайся какую роль отводила церковь она не должна ничего исследовать за что и как но только благодарить только не роптать и пусть после каждой молитвы повторять своими словами Бог любит меня и он сделал как лучше аллилуйя все на этом давай озаглавливай Христос Папка Христос Павел в духе вот теперь мы обратно смотрим и выводим на другой вопрос маленький вопросик какой-то вот смотри я сейчас захожу мне надо вот этот вот я открываю его он открывается на всю страницу а когда там закрою он открывается и мне каждый раз надо его растягивать теперь понял не понял не понял если я вот эту сейчас уберу я не уберу ее потому что она будет открываться только вот так вот и мне каждый раз надо ее раскрывать но когда вот это вот открыто вот это почему-то тогда открывается сразу мне не надо эти движения делать ты понял я понял не с этим связан наверное не с этим связан я три раза объяснял и ты никак не доходишь я понял в чем смысл я понял но это нет это там есть функция такая папка открывается в старом окне или в новом на всю страницу как раньше каждый раз каждый день одно и то же вот так вот если вот это открыто значит открывается на всю страницу ты понял что я говорю Если я сейчас нагрузился, я буду терять на открытие в два раза больше времени Ну ладно, тогда в конце Благодарю Бога, что настоял на этом-то Значит, не до конца еще упертый Как некоторые Не до конца Так, давай дальше Так, вопрос 1293, 4-й том, открытым оком Когда фарисеи искушали Христа вопросом о разводе Как они хотели его уловить? Евангелие от Матфея 19, 3-11 И приступили к нему фарисеи И, искушая его, говорили ему По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказали Посему оставят человек отца и мать И прилепятся к жене своей И будут два одной плотью Так что они уже не двое, но одна плоть И так, что Бог сочетал Того человека, да не разлучает А не говорят ему Как же Моисей заповедал Давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорил им Моисей по жестокосердию вашему Позволил вам разводиться С женами вашими А сначала не было так Но я говорю вам Кто разведется с женой своей Не за прелюбодеяние И женится на другой Тот прелюбодействует И женившийся на разведенной Прелюбодействует Говорят ему ученики его Если такова обязанность человека к жене То лучше не жениться Он же сказал им Не все вмещают слово сие Но кому дано Говорят ему ученики его Если такая обязанность человека к жене То лучше не жениться Вот понятно тогда И каждый, который второй раз женится Думает, а это будет лучше Еще хуже Поговорка есть Первая жена от Бога Первая от Бога Вторая от человека А третья от дьявола А церковь три знают только брака Четвертого нету Исквышение заключалось в том Чтобы принудить Христа Ответить вопреки закону Моисеева И на этом начать процесс Против плотника из Назарета Вот как Который по их мнению В законе не разбирался Так как они Евреям 10.28 Если отвершиеся закону Моисеева При двух или трех свидетелях Без милосердия Заказывается смерть Им нужно, чтобы он выступил против закона Подыскивается Иоанна 7.15 И явились иудеи, говоря Как он знает Писание, не учившись Ни в семинаре, нигде не учился И так знает Писание Многоженство евреям было разрешено И иногда их к этому даже уговаривали Когда они не желали брать жену Умершего бездетного брата Слово по всякой причине Говорит, что у них было очень много причин И они в этом окончательно запутались Как сегодня в епархиальных управлениях Апостол Павел на эти вопросы Отвечал очень просто Развод недопустим А если все-таки развелись То жить одному 1 Коринфянам 7.11 Если же разведется То должна оставаться безбрачную Все, а не так, что Развелась и теперь можно другого Даже изменила жена И тогда развелся Но уже жить один должен Или примириться с мужем своим И мужа не оставлять жены своей Жена связана с законом Доколе жив муж ее Если же муж ее умрет Свободно выйти за кого хочет Только в Господе Умрет Не уйдет куда-то Не женится Не бросит тебя А умрет Римлянам 7.1.3 Разве вы не знаете, братья Ибо говорю знающим закон Что закон имеет власть над человеками Пока он жив Замужняя женщина Привязана законом к живому мужу А если умрет муж Она освобождается от закона замужества Посему, если при живом муже Выйдет за другого Называется прелюбодейцем Если же умрет муж Она свободна от закона И не будет прелюбодейцем Выйдет за другого мужа Парисеи хотели втянуть Христа В диспут о целесообразности всех правил Какие они написали По бракоразводным процессам Ибо предания старцев Они соблюдали очень тщательно И около каждого дома Лежала куча камней Для исполнения приговора Как кинжал у любого чеченца Закон провозглашал Побиение камнями немедленно Если бы хотя По одному пункту Христос выразил бы несогласие Они немедленно должны были Его арестовать Комментарии к Моисееву закона Имели ту же силу Что и сам закон Просто они расширяли Захват сети Для уловления преступников закона Христос именно здесь Навеки утвердил незыблемый столб Матфея 19.8 Он говорил им Моисей по жестокосердию вашему Позволил вам разводиться С женами вашими А сначала не было так Это не было так Отправляло слушателей К истоку жизни В райские обители Тогда продолжалось Еще ветхозаветное время Сейчас новозаветное время И Христос говорит Откровение 21.5 И сказал сидящий на престоле Все творю все новое И говорит мне Напиши ибо слова сии Истинны и верны Это новое и есть Новозаветнее апостольское Оригинал с которым Мы должны сравнивать Все что у нас есть В церкви жизни И по любому вопросу По любому искажению Извращению Каким мы видим в церкви Ныне Считающейся истинами Мы постоянно должны повторять Указыванные времена апостолов А сначала не было так Повторяя это каждый день Тысячекратно Это касается и богослужения И церковной структуры управления И разводов И молитвы И отношения к властям И свободы церкви Если это не так Как при апостолах Значит это чужое Не наше И всегда не в нашу пользу Так А что пишем? А сначала не было так Христос? Вот я что сделал Развод можно написать Вот еще развод Вот такое дело Дальше Контур лак Контур лак Контур лэс Сразу Дерем и вставляем Увеличиваем До засадки Все Поехали Вопрос 1310 Четвертый том Открытым оком Любовь это чувство свободных А если тебе за реализацию дара Свободной воли грозят Или предупреждают мучительной смертью То где эта свобода И как любить того Который так жестко ставит вопрос Зачем Бог создал землю Если он знал о будущем Грехопадении людей Зачем Господь посадил в раю древо Познание добра и зла Ответ Есть вопросы Касающиеся о будущих судеб Или предузнания Известны только Богу Для чего Бог сотворил Херувима Если он знал Что тот будет сатаной Но в этом то и весь смысл истории Что Бог даровал свободу И показал Что вся доброта Вся благость Находится в нем Как в капельке воды Отражается солнце То в каждой душе И в невидимых духах В каждом духовном творении В его совести Отражается Самосущественная благость Сам Бог Вот почему Иоанн Златоуст и говорит Что человек Несет ответственность За то Что умышленно Насилуя себя Бунтует против Бога Пытается не спровергнуть Богом установленный порядок И указывает Как пример Конкретно На любой грех Совесть это тот участок души Через который Слышится голос Божий Это вот я вывел такое И что такое совесть Исследуем все Все Что только знал И вот пришел к этому выводу Вот какое выражение Попрошу повторить еще раз Давай-ка Что такое совесть Совесть это тот участок души Через который Слышится голос Божий Не душа Участок души Дальше Душа по природе христианка Не по сегодняшней природе Уже потемненной грехом Но по той райской Которой была утеряна Бог как бы запрограммировал Человека на добро при творении На развлечение добра и зла И ныне это выражается в том Что грех делать стыдно А раскаивается в нем радостно А сатана перевернул этот порядок Грех делать радостно и бесстыдно И стыдно признаваться Исповедоваться Святые отцы считают Что если бы Бог не насадил Древо познания добра и зла То Адам по любви к Богу И спросил бы себе Что-то подобное этому дереву На чем он мог бы доказать Богу свою преданность И полную веру всему Что говорит Бог Апостол Павел отвечал На все вопросы Которые задавали ему верующие Но есть один вопрос На который он не только не отвечает Но как бы криком закрывает Уста вопрошающего Говоря как бы так Зачем ты хочешь знать непостижимое Кто ты такой Ты всего лишь сосуд Горшок Кувшин Замолчи и не спорь с владыкой В римлянам 9.27.24 Ибо Писание говорит фараону Для того самого я и поставил тебя Чтобы показать над тобой силу мою И чтобы проповедано было имя мое по всей земле Итак Кого хочет милует А кого хочет ожесточает Ты скажешь мне За что же еще обвиняет Ибо кто противостанет воле его А ты кто человек Что споришь с Богом И изделие скажет ли сделавшему его Понимаешь здесь другая интонация Ибо кто противостанет воле его А ты кто человек Что споришь с Богом Бог назначил это Кто ты такой Понимаешь здесь он как бы Выходит из себя же Хорошо хорошо Изделие скажет ли сделавшему его Зачем ты меня так сделал Не властен ли горшечник над глиной Чтобы из той же смеси Сделать один сосуд Для подсчетного потребления А другой для низкого Что же если Бог Желая показать гнев И явить могущество свое С великим долготерпением Щадил сосуды гнева Готовый к погибели Дабы вместе явить Богатство славы своей Над сосудами милосердия Которые он приготовил к славе Над окнами Которых он призвал Не только из иудеев Но и из язычников Нужно уметь смирять свое любопытство Довериться своему создателю Как доверяется дитя своей матери Хотя ему и очень хочется Припасть к груди Скрытое от постороннего взгляда Солом 131.3 Господи Не надмевалось сердце мое И не возносились очи мои И я не входил в великое И для меня недосягаемое Не смирял ли я И не успокаивал ли души моей Как дитя отнятого от груди матери Душа моя была во мне Как дитя отнятой от груди Да уповает Израиль на Господа Отныне и вовек Не будьте надменным И благодарите Бога за все Что Он уже вам открыл Исайя 42.20 Ты видел многое, но не замечал Уши были открыты, но не слышал Серахов 3.23 При многих занятиях твоих О лишнем не заботься Тебе открыто очень многое Из человеческого знания Третье ездра 4.2.34 И сказал Сердце твое слишком далеко зашло В этом веке Что ты помышляешь Постигнуть путь Всевышнего Не спеши подниматься Отвечал Он Выше Всевышнего Ибо напрасно спешишь Быть выше Его Слишком далеко заходишь Третье ездра 5.33 Говори, сказал я, господин мой И Он сказал мне Ты слишком далеко зашел Пытливостью ума твоего об Израиле Неужели ты больше любишь Его Нежели Тот, Который сотворил Его Если человек не доверяется Богу Дающему нам самое лучшее И при том давшему нам разумение добра и зла При выборе Такому человеку кажется Что человек обладает свободой брошенного камня в полете Второзаконие 30.19 Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь Дабы ты жил и потомство твое Серахов 15.16 Он предложил тебе огонь и воду На что хочешь Прострешь руку твою Чему молилась ты с любовью Что так святыни берегла Судьба людскому суисловью На поруганию предала Толпа вошла Толпа вломилась Святилище души твоей И ты невольно устыдилась И тайн и жертв доступных ей Ах, если бы живые крылья Души парящей над толпой Ее спасали от насилия Бессмертной пошлости людской 1852 год Федор Иванович Тютчев Так, а чем речь идет? Не знаю Свобода выбора Давай запишем Христос Свобода выбора Дальше Нам позволяет время Это хорошо Вот Это вопрос маленький А тут наоборот Вопрос большой А ответ поменьше Вот так мы Вставляем Увеличиваем И начинаем Засчитывать Какой большой вопрос 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 1402 Пятый том Открытым оком Открытым оком Книги у меня Называются 30 томов А в интернетной Еще три Мы знаем Мы знаем Мы знаем Что Бог Един Предвечен Безначален Неизменен И мудр Значит ли это Что Бог Всегда действует По единой Своей мудрой логике По всевидимости Должно быть Так Значит ли это Что Богу Всегда Во все времена Угодно Одно и то же По всевидимости Должно быть Так Тогда как Объяснить Такие различия В принципах Изложенных В книгах Ветхого завета И в книгах Нового завета Особенно В Евангелиях Как понять Что в книгах Ветхого завета Очень много Говорится О материальных Ценностях О том Что Бог Учит еврейский Народ Как разорят Другие народы И даже Обещают Помочь Европейскому Народу В этом Еврейскому Да Тогда как В Евангелии Христос Прямо Говорит О том Что врагов Своих Надо не уничтожать А любить Молиться За них То есть Получается Что заветы Даны Единым Безначальным Предвечным Неизменным Мудрым Богом Противоречат Друг другу Но этого же Не может быть И не должно быть Значит Просто мне Не открыта Какая-то Истина От меня Открыто Какое-то Знание Какое Ответ Все время Бог Разговаривал Как с маленькими Детишками Так они Еще Очень Были Несовершенны Галатам 3.24 Вот в этом Есть мысль Итак Закон Он был для нас Детоводителем Ко Христу Дабы нам Оправдаться Верою Апостол Павел Олицетворяет себя С тем Ветхозаветным Иудейством Говоря О несовершенстве Их И потому С ними Бог так и говорил Лепечущим Языком Как мать Детятей Своим Приводя Постепенно Их Совершенному 1.13 Коринфянам 13.11 Когда я был Младенцем То помладенчески Говорил Он помладенчески Мыслил Помладенчески Рассуждал А как стал мужем То оставил Младенческое Исайя 28.11 Зато Лепечущими Устами И на чужом Языке Будут Говорить К этому Народу Отец Один и тот же Но дитя Растет И отец Уже Говорит С подрастающим Сыном И иным Языком Если В Ветхом Завете Обещаны Были Благоземные Захват Земель Многочадие Здоровье И долголетие То Новозаветному Человеку Обещанного Может царство Небесное И блаженство Вечное Сравни Одно С другим Нас Бог Питает Горней Мудростью 1 Коринфянам 2.6 Мудрость Живы Проповедуем Между Совершенными Но мудрость Не века Сего И не властей Века Сего Приходящих 1 Коринфянам 3.2 Я питал Вас молоком А не твердой Пищей Ибо Вы были Еще не в силах Да и теперь Не в силах 1 Коринфянам 14.20 Братья Не будьте Дети умом Но злой Будьте Младенцы А по уму Будьте Совершеннолетни Человек В Ветхом Завете Был крайне Несамостоятелен Его за руку Водить Нужно Было И прикармливать Земными Пирожками Галатам 4.2.5 Он подчинен Попечителям И домоправителям До срока Отцом Назначенного Так и мы Доколе были В детстве Были порабощены Вещественным Началом Мира Но когда Пришла полнота Времени Бог послал Сына своего Единородного Который родился От жены Подчинился Закону Чтобы Искупить Подзакон Дабы нам Получить Усыновление Хотя Закон И был От Бога И был Благодатью Первичной Какую мог Усвоить Невозрожденный Человек Но потом И закон Был упразднен Более совершенным Римлянам 10.4 Потому что Конец Закона Христос К праведности Всякого Верующего Иоанна 1.16.17 И от полноты Его все Мы приняли И благодать На благодать Ибо Закон Дан Через Моисея Благодать Же И истина Произошли Через Иисуса Христа Стих Повергали У моей воли Опять Новый вопрос Задаем Маленький Совсем Вопрос По размеру И маленький Ответ Получился Вопрос Как на полную Страницу Расскрывает Я сразу Перехожу По увеличению Дальше Вопрос Вопрос Сказательно Изложенный Рассказ Нравственно Разбудется Рассказ Рассказ Так Еще Вопрос Возьмем Это мне Вопросы Задавали В разных Учреждениях Вопросы Хорошие Раз люди Привязанные В Библии И ходили На занятия Которые Вели Патриархий Даже Близко Не похоже А они Так На одном Месте Стоят И Никакие Академии Не помогут Если нет Любви К Святой Библии Вопрос 1502 6 Том Открытым Оком Почему Бог Предстал Как Отец Только В Новом Завете А ранее Только Как Бог Могущества И силы Святости И справедливости Ответ Подлинное Сыновство Было Утеряно В раю Когда Человек Перенебрег Богом Отцом И поверил Больше Врагу Душ Дьяволу Более Чем Своему Создателю Но и тогда Бог Был И назывался Отцом Всех И особенно Отцом Избранного Им Народа Евреев Малахи 1.6 Сын Чтит Отца И раб Господина Своего Если Я Отец То где Почтение Ко мне Если Я Господь То где Благоговение Предо мною Говорит Господь Савуов Вам Священники Бесславящее Имя Мое Вы говорите Чем Мы Бесславим Имя Твое Видите Как Это разговор Бог Уже Вынес Приговор Можно Не Опровергать Исход 4.23 Я Говорю Тебе Отпусти Сына Моего Чтобы Он Совершил Мне Служение А Если Не Отпустишь Его То Вот Я Убью Сына Твоего Первенства Твоего Исай 1.2 Слушайте Небеса И Внимай Земля Потому Что Господь Говорит Я Воспитал И Возвысил Сыновей А Они Возмутились Против Меня Исай 64.8 Но Ныне Господи Ты Отец Наш Мы Глина А Ты Образователь Наш И Все Мы Дело Руки Твоей И Ереме 31.9 Они Пошли Со Слезами А Я Поведу Их С Утешением Поведу Их Близ Потоков Вот Дорогу Ровную На Которую Не Споткнулся Ибо Я Отец Израилю И Ефрем Первенец Мой Это Сыновство И Отцовство Было И по Избранию И по Благодати Но По Искуплению По Рождению Свыше Но Исполнилось Только После Жертвы Иисуса Из Назарета Бога Истинного Искупителя Израиль Терял Это Отцовство И К Приходу Христа Иисус же Сказал Если бы Бог Был Отец Ваш То Вы Любили Меня Потому Что Я От Бога Сошел И Пришел Ибо Я Не Сам От Себя Пришел Но Он Послал Меня Иоанна 8 19 Тогда Сказали Ему Где Твой Отец Иисус Отвечал Вы Не Знаете Ни Меня Ни Отца Моего Если бы Вы Знали Меня То Знали бы И Отца Моего Усыновление Произошло В уверовании В крещении Запечатленное Даром Духа Святого И еще Предлежит Усыновление И тело Нашего После Всеобщего Воскресения Из Мертвых Римляна 8 15 Потому Что Вы Не Приняли Духа Рабства Чтобы Опять Жить В страхе Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем Авва Отче Римляна 8 23 И Не Только Она Мы Сами Имея Начаток Духа И мы В себе Стинаем Ожидая Усыновления Искупления Тела Нашего О чем Речь идет Вопрос Так Пишем Христос Тире Бог Отец В Новом Завете Вон Завет Так Вопрос Копируем Уходим Вставляем Активируем Увеличиваем Все Приступаем К работе Вопрос 1521 6 Том Открытым Оком Почему Когда Христос Вышел К народу Никто Из народа Не обращался К нему О наставлении В духовных Вопросах Ответ Обращались И не раз Марка 10 17 Когда Выходил Он В путь Подбежал Некто Пал Пред Ним На колени И спросил Его Учитель Благий Что Мне Делать Чтобы Наследовать Жизнь Вечную Иоангелия Теана 4 20 Отцы Наши Поклонялись На этой Горе А вы Говорите Что Место Где Должно Поклоняться Находится В Иерусалиме Матфея 24 3 Когда Он Сидел На Горе Илеонской То Приступили К Нему Ученики Наедине И спросили Скажи Нам Когда Это Будет И Какой Признак Твоего Пришествия И Кончины Века Лука 18 26 28 Слышав Шесть И я Сказали Кто Жи Может Спастись Но Он Сказал Невозможное Человеком Возможно Богу Петр Жив Сказал Вот Мы Оставили Все И Последовали За Тобою На Таких Духовных Вопросов Было А все были запросы А все были запросы Дай Исцели Накорми Воскреси Защити Это приводило Иисуса В состоянии В заключенности Он горько воздыхал От тяжести Этой бездуховности Народа Его приземленности И жаждал Времени Когда произойдет Его крещение То есть Искупление народа На Голковском кресте И когда Отец Небесный Примиренный С тварью Пошлет Духа Святого Который И научит На всякую правду И даст Жажду Искания Царствия Небесного Матфея 6.33 Ищите же прежде Царство Божие И правда Его И это все Приложится вам Иоанна 6.26 Иисус сказал им в ответ Истинно Истинно Говорю вам Вы ищите Меня Не потому Что видели чудеса Но потому Что ели хлеб И насытились Лука 12.50 Крещением Минцы Назначенные для Жатвы Иоанн 2.23 И вы Чадо Сеона Радуйтесь И веселитесь О Господе Боге вашем Ибо Он Даст вам Дождь В меру И будет Неспосылать вам Дождь Дождь ранний И поздний Как прежде Иаков 5.7 Итак Братья Будьте Долготерпеливы До пришествия Господня Вот Земледелец Ждет Драгоценного Плода От земли И для него Терпит Долго Пока получит Дождь Ранний И поздний Каков Смысл Этой фразы Дождь Ранний И поздний Как в земном Так и в духовном Плане Ответ Условия Погодные И успехи Земледелия В Израиле Иные Чем в Сибири Там собирают Несколько урожаев Им нужны Дождь И ранний И поздний Это как Обетованное Благословение Что будет Достаток Хлеб И вино Когда же Говорится О духовном То понимают Что ранний Дождь Это излияние Благодати Духа Святого В первом Веке И поздний Это уже При конце Света Или при конце Жизни Каждого человека Или при конце Испытания Срока Назначенного Господа То есть Может быть и России Бог пошлет Мудрых проповедников Не силившихся Угодить Епископам А старающихся Донести Слово Больше Неповрежденным Которые бы Угождали Только одному Богу Галатам 1.10 У людей Ли я ныне Ищу благоволение Или у Бога Людям ли угождать Стараюсь Если бы я И поныне Угождал людям То не был бы Рабом Христовым Ого Россия Миновала Дождь Ранней проповеди Она погрязла С первого же года В обрядности Ушла в богослужение И спасение Нашла в состоянии Храме И стоит Поныне Все жилы На ногах Полопались Поздний же Дождь Может тоже Пройти мимо Потому что Никто не выходит Чтобы посмотреть На горизонт Есть ли Приметы Дождя Третья Песнь моя О царе Язык мой Трость скорописца О чем Не знаю Дождь Поздний Ранний И вот здесь Говорит Аха Запрягай колесницу Проще Мне сегодня Прислали Один ролик Еще раз Посмотри О чем А вот Так А это первый вопрос Еще Второй вопрос Получается Давай Христос Так И что тут Духовные вопросы Дальше Что тут написано Ну там Духовные вопросы Были Вопросы Вот Вот Я сейчас Вернусь Маленечко Назад Показать Вот здесь Вот Мне сегодня Прислали Один Ну Кто-то Прислал Сегодня Здесь Кажется Вот этот Владислав Марущак Прислал Ага В Германии Выпустили Гендерную Библию Видишь Еще Додумались Это Дальше Почти Это Это я им Посылал Тут Кому-то Я еще Тут Тут Показали Так Что тут Посмотреть О чем Речь идет По соображению Совести Посмотрел Один из лучших Фильмов Которые Мне приходилось Видеть Благодарю Я им давал А Это просто Я не захватил Здесь Вот здесь Было Это Сегодня Михаил Сергей Утренний Показали Виселыми ногами Надо Как-то Это Даже Зарядить Ты сейчас Мне заряди Показать Как Православные Но там Видимо Они не такие Православные Как мы Вот запиши Виселыми ногами Священники Пляшут В алтаре С кадилом Как они бегают Вокруг алтаря И кадилами Вращают Вот Виселыми ногами Вот посмотрите Открой там Служба Ну как Виселыми ногами Видел Как прыгают Еще не пробежал Епископ У них Кто назначил Там Это Видать Эти Богородичники Пляшут Так У нас Еще Время Есть Мы Сейчас Зайдем Сюда Так Сейчас Куда-то Мне найти Надо Вопрос Ага Вот он Где Виселыми ногами Пляшут Бегают А У этих У коптов Так По сегодняшний день Сохранилась Танец Епископов Ну так Они Принято У них А нам Это кажется Странным Ну как Он выскочил Из алтаря И пошел Смотри И не пьяный Ну если Поем Виселыми ногами А как доказать Они на практике Показал Бегать вокруг Алтаря Как кодилам Он накручивает Это вообще здорово Конечно Не дай бог К нам это Вопрос 1546 Шестой том Открытым оком Как доказать Неверующему человеку Что Иисус Христос Был не просто человек А Бог О Ответ Если человек Ничего не знает Про Иисуса Христа Из Назарета Рожденного от Марии Из рода Давидова То нужно Чтобы он Обязательно Прочитал Хотя бы Четыре Евангелия Это дело Одного дня Затем Спросите Прочитавшего О Его мнении О Иисусе Христе Задайте вопрос За кого Лично он считает Тот образ О ком он Прочитал Человек ли это Простой Если человек Выдавал Сам себя За Бога То кто же Он Как не самый Великий Обманщик Укажите Эти места Иоанн 1 Вначале Было Слово И Слово Было У Бога И Слово Было Бог Римлянам 9.5 Христос Сущий Над всем Бог 1 Тимофея 3.16 Бог Явился Во плоти Иоанн 10.30 Я И Отец Одно Если Человек Простолюдин Выдает Себя За царя То он Есть Самозванец Достойный Смерть Но если Человек Выдает Себя За Бога То кто же он Надо ответить До конца Разузнать Это не просто Обманщик А самый лютый Аферист И похититель Чужой славы И чужого звания Христос Себя Называл Богом И таким Его признавали И апостолы И так поняли Его И его враги Иоанн 5.18 И еще Более Искали Убить Его Иудеи За то Что он Не только Нарушал Субботу Но и Отцом Сым Называл Бога Делая Себя Равным Богом Где известно Что Христос Насывал Себя Богом Иоанна 5.18 Делая Себя Равным Богу Филиппийцам 2.6 Он Будучи Образом Божиим Не почитал Хищение Быть Равным Богом Значит Ко Христу Мы не можем Относиться Как Человек Мы можем Признать Его Или Как Бога За Кого Он Себя И Выдавал Или Это Был Самый Страшный Обманщик Каких Только Видел Свет За Всю Историю Мира Если Признаем Первый Вариант Мы Близки К Спасению Если Примем Христа Как Нашего Искупителя И будем Жить В Духе Святом И с Любовью Исполнять Все Его Святые Заповеди А Если Христос Обманщик За Кого Признавали Его Некоторые Из Его Противников Тогда Вопрос Иначе Ставим Может Обманщик Дать Такие Заповеди От Которых И Преступники Делаются Святыми Матфея 27 63 И Говорили Господин Мы Вспомнили Что Обманщик Тот Еще Будучи В живых Сказал После Трех Дней Воскресну И Почему Робки Рыбаки Шли Всю Жизнь За Ним И Умирали За Проповедь О нем Почему Если Он Обманщик Что Сделало Их Такими И Почему Все Его Предсказания Сбываются Если Ваш Собеседник Не Пустослов А Ищущий Света То Этого Для Него Уже Вполне Достаточно Чтобы Определить Ему Себя Кто Ж Он Болтун Или Обредший Путь Спасения Вот Так Стих В Израиле Был Муж Благочестивый По имени Елеазар Богам Он Не Служил Елеазар Богам И Дальше Делали Различная Срочка Другая Богам Будет Реформация Словом Сам Богам Он Не Служил И Жертвоприношений Не Только Им Не Приносил Он Сам Но Для Того Чтобы Избежать Мучений Не Согласился Даже Сделать Вид Что Жертвенное Мясо Он Вкушает И Молвил Он Вероотступным Стыд Уже Затем Достиг Я Лет Преклонных Чтоб Юношей В соблазн Постыдно Весть Не Легче Мучения Земные Чем Вечное Проклятие Перенесть Пускай Же Я Не Послужив Обману Безропотно Отдамся Палачам И Без Пятна На Совести Предстану Всевышнего Всевидящим Очам Пусть Палачи Неумолимо Лютые Ну И На Казнь Ужасную Влеком Я Господа В последние Минуты Коснеющим Прославли Языком От Чумина Ольга Чумина Ты не знал Это Хорошая Поэтесса Дальше Что? Христос Человек Бог Так Еще Один раз Зайдем Нам Скажут Когда Вот Выделяем Копируем И Скорее Уходим В Ворд И Возвеличиваем До Двадцатого Все Поехали Вопрос 1550 Шестой Том Открытый Моком Поясните Пожалуйста Нет ли Противоречия Исход 33.11 И говорил Господь Моисеем Лицом К лицу Как бы Говорил Кто С Другом Своим И Он Возвращался Встан А служитель Его Иисус Сын Новин Юноша Не Отлучался От Скинии И И Исход 33.23 И потом Сказал Он Лица Моего Не Можно Тебе Увидеть Потому Что Человек Не Может Увидеть Меня И Остаться В Живых И Сказал Господь Вот Место У Меня Стань На Этой Скале Когда Будет Проходить Слава Моя Я Поставлю Тебя В Расселение Скалы И Покрою Тебя Рукой Моею Доколе Не Пройду И Когда Сниму Руку Мою Ты Увидишь Меня Сзади А Лицо Мое Не Будет Видимо Тебе Как Мог Моисей Разговаривать С Господом Лицом К Лицу Если В Последующих Стихах В Церковных Службах Мы разумеем Что никто Не может Видеть Лица Господа Что же Тогда Может Видеть Моисей Что Такое Слава Моя Видит Ли Моисей Сзади Самого Господа Или Только Отблеск Слава Его И Как Вопреки Указанию Господа Подтвержденного Иисусом Христом Иоанна 6 46 Это Не То Чтобы Кто Видел Отца Кроме Того Кто Есть От Бога Он Видел Отца Православные Все же Дерзнули Изображать Первое лицо Троица Бога Отца С бородой Троица Есть Вот такой Ответ Какие вопросы Задают Дальше А ты При толковании Истинам Нужно Понять Правила Каким Пользовались Святые Отцы Говорю О тех Чьи Толкования Безусловно И бесспорно Божественны Это Главнейшее Условие Чтобы Данное Толкование Не Противоречило Ни Одному Местописание Конкретно По этим Стихам Должны быть Основные Столпы Стихи Библии Через Которые Ни в коем Случай Нельзя Переходить Это Бог Как Дух Невидим Бога Изображать Запрещено И невозможно Иоанн 1.18 Бога Не видел Никто Никогда Единородный Сын Сущий В недре Ощем Он Явил 1. Иоанна 4.12 Местами Писания Доказывается Бога Никто Никогда Никто Никогда Не видел Если Мы Любим Друг Друг То Бог В нас Пребывает И Любовь Его Совершенно Есть В нас Исход 25.40 Смотри Сделай Их По тому Образцу Какой Показан Тебе На горе Второзаконие 4.12 И говорил Господь К вам На горе Из среды Огня Глазов Его Вы Слышали Но Образа Не Видели А Только Глаз Законие 4.15 Твердо Держите В душах Ваших Что Вы Не Видели Никакого Образа В тот День Когда Говорил К вам Господь На горе Харив Из среды Огня Изображение Господа Отца Бога В виде Старца Убеленного Сединами Оправдывает Некоторые Местные Писания Даниила 7.13 Видел Я На ночных Видениях Вот С облаками Небесными Шел Как бы Сын Человеческий Дошел До Ветхого Днями И Подведен Был К Нему Даниила 7.22 До Коли Не Пришел Ветхи Днями И Суд Дан Был Святым Всевышнего И Наступило Время Чтобы Царством Владели Святые Даниила 7.9 Видел Я Наконец Что Поставлены Были Престолы И Восел Ветхи Днями Одеяние На нем Было Бело Как Снег И Волосы Главы Его Как Чистая Волна Престол Его Как Пламя Огня Колеса Его Пылающий Огонь И Из И 1.26 А Над Сводом Который Над Головами Было Подобие Престола По Виду Как Бо Из Камня Сапфира А Над Подобием Престола Было Как Бо Подобие Человека Верху На нем Филипийцам 2.6.8 Он Будучи Образом Божиим Не Почитал Хищение Быть равным Богом Ты видишь Какой Разброс Берется Даниила Из Икииля Филипийцам И других Мест нету Все места Выбраны Под завязку Бога Отца Запрещено Изображать Все Но Православных Никто Не сможет Сдвинуть С их Они Упертые Не положено Убрать Иконы Бесполезно Рисуют А почему А что Скажешь Упертые А по Правде Нужно Было Все Изображения Ликвидировать Повсеместно И запретить Изображать Бога Отца Чтобы Не Кощувствовать Все Что Говорится О Видении Моисеем Бога Есть Просто Образное Разъяснение Любопытства В Неком Образе Все Что Говорится В Библии О Боге Духе Нам Никогда Не Вместить В свой Ограниченный Ум Разум И Нужно К Этим Описаниям Относиться По мерам Антропарморфизма Давай Христос Так Вы ответили на вопрос Христос Сначала Христос В одном Написано Вместе Все Уже Не Отца Все Уже Большой Буквы Все Последнее Сейчас Сейчас Подождите Давай Все На этом Показывает Там где есть И на этом Конец Благодарю Вот Такой вопрос